Здравствуйте, меня зовут Валерия Кокон, я представляю проект Фермата. Проблемы, которые мы решаем, связаны с своевременным обнаружением изменения состояния растений в тепличном комплексе, а также с проблемами в восстановлении причин изменения этих состояний. Сейчас мониторинг состояния растений в теплицах ведется вручную, это долго, дорого и недостаточно эффективно. Решение, которое мы предлагаем, это автоматизированная система для непрерывного мониторинга состояния растений в теплицах в режиме реального времени. Технология, которую мы разрабатываем, состоит из трех частей. Первая часть — это механический робот, который движется в теплице, делает снимки растений, а также собирает климатические данные при помощи сенсоров на нем установленных. После этого программное обеспечение для распознавания изображений распознает изображение, определяет зараженные растения, а также измеряет разные показатели этих растений, прирост размера плода, размера листа и так далее. И после этого все данные, как климатические, так и визуальные, отправляются в рекомендационную систему, которая выдает советы по тому, что исправить тепличному, в работе тепличного комплекса, чтобы снизить затраты и увеличить выраженность. Рынок, на который мы ориентированы, — это производители сельскохозяйственного оборудования, а также производители овощей тепличного комплекса. Это большой рынок с оценкой 140 миллиардов долларов и с перспективой роста до 200 миллиардов долларов к 2020 году. На основе нашей технологии мы разрабатываем три основных продукта. Первый — это непосредственно роботизированные системы для мониторинга. То есть мы устанавливаем наши роботы в теплицах, они там ездят, оценивают климатические и визуальные данные, агрегируют их вместе. И на основе данных, которые мы в результате получаем, на основе этой информации можно обнаруживать на ранних этапах очаги заражения растений, можно прогнозировать урожай, можно обнаруживать неисправности в оборудовании тепличном, а также получать рекомендации по оптимизации условий выращивания растений. Второй продукт более простой — это сервис для однократного мониторинга. То есть мы приезжаем с нашим роботом в теплицу, однократно проезжаем ее и составляем трехмерную карту, на которой мы выявляем неоднородности в климатических данных в теплице, а также сопоставляем их с визуальными характеристиками растения. То есть мы можем понять, что, например, в этом углу теплица холодно, и здесь растения плохо себя чувствуют, значит, нужно что-то исправить для того, чтобы увеличить урожайность. И третий наш продукт — это стационарные сенсоры, которые мы устанавливаем в теплицах и также следим как за визуальными характеристиками растений, так же и за климатическими данными. У нас небольшая команда, и также у нас есть индустриальные и академические партнеры. Наши индустриальные партнеры — это Агробелогорье в Белгороде, с которыми мы занимаемся разработкой наших продуктов для томатов и огурцов. И также у нас есть партнеры в Греции, с которыми мы занимаемся разработками для пшеницы и кино. Спасибо за ваши уважения. Спасибо. Какие датчики у вас помимо влажности, температуры, что еще? Вот здесь это написано. Влажность, температура, СО2. То есть сейчас то, что у нас есть, это влажность, температура, СО2, освещенность. То есть мы добавляем также спектр света. Есть еще влажность почвы, мы хотим состав почвы определять. Все это очень важно для того, чтобы правильно управлять ростом растения. А насколько экономически это целесообразно? То есть я понимаю, что это все не дешево должно быть, судя по всему, или нет? Или у вас действительно там ценник маленький? Это зависит от того, какой именно продукт. Стоимость сенсора очень невысока. Ну их нужно там что-то 50 на большую довольно-таки теплицу. Надо поставить же правильно все это? Нужно поставить, нужно это мониторировать. Мы думаем, что с сенсорами будет очень дешево. С многократным мониторингом сейчас это осуществляет компания. То есть вы вызываете людей, которые ходят по вашей теплице, смотрят, какие там есть косяки. Мы хотим, чтобы было дешевле, чем вызывать этих людей. И хотя бы так же эффективно. А вот это, конечно, самое дорогое решение. И с ним будет сложно, потому что и люди не очень готовы пока что принимать такие технологии. Потому что что-то новое. Но мы думаем, что потихоньку за счет второго-третьего продукта мы как-то не примемся. Ну то есть там более выгодно поставить систему для мониторинга, нежели приглашать людей, которые... В этом случае да. А что касается робота, именно чтобы он постоянно у вас жил и работал, это будет эффективнее, на самом деле, чем те люди, которые сейчас делают эту работу, потому что они делают ее не очень эффективно. Там экономика большая. То есть одно дело у вас там, не знаю, будет там 50 помидор, а другое дело у вас там будет там 60 помидор. Ну речь идет о 300-500 людях, которые работают в теплице, которые постепенно такую работу сможете делать. Все понятно. Да, пожалуйста. Вы измеряли экономический эффект на том, что это в Сан-Греческом предприятии? В процессе. Мы только в начале пути это в процессе. А, правильно? Да. У вас робота у вас какая получилась? Оценочная стоимость такого как бы... укомплектовать теплицу порядка 100-130 тысяч долларов. Одного робота? Не-не-не, это несколько роботов, это где-то 20, в зависимости от размера теплицы, чтобы они прерывно мониторили. Вот это все. Ну это все еще немножко в процессе. Какой сегмент у вас? Это все-таки органика или гидрополь? Что? Это не важно. Не важно? Не важно. А обязательно тепличные? Мы начали с теплиц, так исторически сложилось. Они очень долго устроены. Это такие ряды, на них есть рельсы, на которых может удобно ездить робот. Но как раз вот то, что мы делаем в Греции, это пшеница, это уже открытые груди. Это некий новый, пока менее освоенный такой перезонт. У вас получается робот ездит по рельсу и замеряет, втыкает прямо там в землю, да? Нет, все на нем навешаны датчики. Все, что касается почвы, за счет робота сделать нельзя. Надо все равно установить дополнительные сенсоры и замерять. А можно еще вопросик? Насколько эта штука просто продается? Вы как-то мерили конверсию, такие вещи, проходили, взяли 20 компаний, обошли. Нет таких решений на рынке. Есть одно. Это другой вопрос. То есть вы приходите в компанию и говорите, у нас есть такое решение. Вам интересно? Они говорят, но вы знаете, не очень. Вы замеряли конверсию? Да, всем интересны стационарные датчики, крутые, классные. Людям интересно, чтобы не Мадиназ прием был робот. Вот с этим решением пока что... То есть вы сейчас представили до момента, пока пилотный проект не сделается, правильно? Да. То есть у вас есть люди, которые готовы у себя уже интегрировать технологии, которые мы у них разобьем, мы делаем для них. И после этого, может, скажем, смотрите, это все сработает и дальше. Логично. Я вопросу, пожалуйста. А на какой стадии? Сенсор готов, и мы его начнем внедрять 2 июня в Белгороде, на Белгородской территории. Софт готов тоже. Хардвер начнем с роботом до разработки. Так, готово вот этот третий продукт, да? Третий продукт, да. А если из реки полить, он не сам? Не-не, все продумано. Ничего не вы. Влажность почти 100%. Вы поставляетесь, то есть это пилотный проект, правильно? Да. Какой он? Клатный, бесплатный? Разрабатываем. Они нас бесплатно к себе впустили, чтобы потом по льготной цене купить. Ага. А они тут-то после того, как поставили, или после того, как какие-то будут кипые достижения? Не, не нужно им. Они готовы поверить в то, что это нужно. Они хотят сами это снимать, и не хватает сейчас технологий. А, белка, да? А знаете, вот это можно дорожную карту выкинуть. То есть это какая у вас, получается, вы делали презентацию как что? Как продуктовую? Это как продуктовый, да. У нас нет другой. Да, если продуктовый, то это для клиентов. Смотрите, но все равно, когда это было бы интересно видеть кейсы, что кто-то все-таки готов это сделать, можете это отключить в дорожную карту. Окей. Вот этот момент. То есть где вы и что достигнет. Окей. Спасибо. У нас сегодня закончилось.